Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы сегодня находимся в Яшнобадском районе, улица Авиасознат 4, Махалинский комитет. Жильцы этого района взволнованы тем фактором, что рядом, прилегающим к Жилиндууму, строится несколько заправок с газовой заправкой, без заправки. Поэтому заранее не было согласовано с жильцами, что какие здесь будут строительства, ближе расположенные к домам. И здесь даже проходит новая ветка линии метро. Здесь жители хотят обратить внимание общественности и экологические движения Узбекистана. Я домком дома 17А, расположенного по адресу Авиасозлар 4, Ковцова Виктория Александровна. В августе месяце пришел мужчина европейской национальности с опухшим лицом, с запахом перегара и предложил подписать акт о том, что жители нашего дома не против запуска заправки. Естественно, акт о составе неправильно. Юридический адрес нашего дома был указан неправильно. Я ему сказала, что такие документы мы не подписываем. Он буквально через полчаса пришел, уже был правильно указан адрес. Но я сказала, что наши жильцы против этой заправки и мы, я его подписывать этот акт не буду. У кого он подписал этот акт, я не знаю. Потому что все жильцы против. Тут же я позвонила председателю Махалинского комитета Туркебаевой Мавлю Депе и сказала, что мы против этой заправки, что мы подписывать этот акт не будем. Несмотря на это, все равно она открыта, все равно продолжает открываться и строиться. Мы вот собрали с четырех домов подписи о том, что мы против. Все это подтверждено всем росписями. Поэтому мы не согласны, что у нас будут тут действовать и газа, и бензинозаправка. Сразу, буквально в нескольких метрах от того, где мы живем, гуляем. Как говорится, наши дети здесь гуляют. Оттуда идет очень большой запах, что всем плохо становится. Понимаете, целыми днями. Мало того, дорога стала более загруженной из-за них. Ладно. Так еще и когда они будут заправляться, это по-любому будет все пахнуть. Все будет идти сюда. Мы будем этим дышать. Поэтому мы против. Еще, ну и второй вопрос, естественно, что это опасно. Это может все взорваться, не дай бог, конечно. В общем, когда это строилось, было написано там парковочная... Парковка была написана. Мы думали вообще строится парковка для машин, потому что сломали гаражи там дальше. Да, и оказывается, даже собирали деньги на эту парковку, трехслойную парковку, сказали, нам будет и корзинка, сказали, будет. Но, а как оказалось, вдруг корзинку сейчас, сказали, строить не будут. И так же и парковка. А нам, жителям, нужно это. Нам не нужны вот эти заправки, которые каждые пять метров везде. Он сказал, что он деньги-то предлагал. Изначально, и паспорты отреждают. Я послал, что картинки не будут. Да, теперь человек не будет. Ребят, что, когда я отказалась подписывать этот акт, он предложил мне деньги, сумму я не озвучила, потому что я сказала, я в деньгах не нуждаюсь. Он тогда мне сказал, найдите мне троих жителей, кто мне за деньги подпишет. Вот это самый основной факт. Я тоже от этого отказалась. После объекта было указано, что здесь будут многоуровневые гаражи автостояночные, и здесь будет корзинка. Сейчас вот постепенно после строительства здесь видно, что там стоят несколько, вторая заправка. Бизнес-вентер-газинка. Бизнес-вентер-газинка. Да, да, есть. Близо расположены дома здесь, и метро, и линия ветка проходит очень близко, поэтому это многим зрителям не нравится. Потом по правилам заправку газа вообще не разрешается в жилых районах. Она должна быть минимум 500 метров от жилых домов. А тут у нас через дорогу, если 100 метров наберется, то это хорошо. А дорога не ходит в расстояние, потому что выхлопные газы от машин, они свое ездили и проводят. Если выходит спальня, например, вот у этого ближайшего дома, спальня, выходит как раз на дорогу к этой заправке. И если, не дай Боже, что-то случится, то даже если нам дом не снесет, то представляете, что нас просто всех убивает стеклами, если что-то случится. Помимо этого, 24 часа в сутки мы будем вынуждены дышать всем, что идет от этих заправок. Тут уже можно, по-моему, обращаться во все службы. В экологию, во вред здоровью, не знаю, в преступления уже, потому что там не соблюдены вообще никакие. Вот сейчас жильцы, куда обращались? Обращались мы в экологию. Для этого мы подписали заявление в экологию. Представители Сахар-партии, они тоже заинтересованы, они в курсе. Городской наш депутат, садистов, он уже несколько раз звонил, но я не могла вовремя из-за своего здоровья, из-за плохого самочувствия. Он три раза звонил и сказал, как только сразу мне звоните, я забираю ваши документы. Потому что мы уже, говорит, запустили это все в Хакимиате. Пока никаких результатов мы не видим, они ее все равно открывают, тестируют. Нет, они же ее тестируют все равно и заливают бензин, пока не знаю, за деньги или нет. Но факт, что они ее заливают машину. Когда мы общались с представителями тех, кто построил эту заправку, нам отвечали, что это наши проблемы. Нам затыкали рот, говорили замолчи. И помимо всего этого, нам говорили, что все документы соблюдены, все подписи собраны. На нашей просьбе показать нам ничего не показали. А нам показали. И не все у них собрано, не все у них документы. Я думаю, что интересное. Хозяина заправки мы не видели. Хозяин даже не соизволил приехать. Приехал представитель, депутат экологической партии нашего района, приехал депутат из городской экопартии. А хозяина был какой-то управляющий там, обросший, заросший, страшный, и оскорблял он мальчишку. Да, ему 18 лет. Он очень уверенно себя чувствовал и усмехался, усмехался. Они понимают, что вроде на их стороне провал. Во всяком случае, на бумажках мы это не увидели. Мы только увидели эмоционально. Там у нас речка просекает сзади. И здесь очистные сооружения тоже там будет у них раз с заправкой. Там речка рядом, прям за этим проходом. Так что здесь не условия такие, которые наоборот должны были зеленой зоной быть, а получилось наоборот. Дело в том, что когда мы обратились к жалобе и встретились с хозяевом, или, я не знаю, управляющим строительством этой заправки, он сказал, что у них есть документы на реконструкцию. Вернее, мы потом это выяснили, что есть там документы лишь на реконструкцию старой заправки бензиновой, которая была в советское время. Но бензиновая заправка была очень маленькая и находилась вглубь, далеко от жилых домов. А они же вместо реконструкции отстроили огромную газовую заправку, которая подходит впритык сюда. И документы, когда мы приезжали первый раз тоже с представителями, с депутатами экологии, и стали спрашивать по факту, по списку всех разрешений, которые должны быть, у них они были не все. И они сказали, что нам выдали то, что выдали, и нам этого достаточно сказали. Но на самом деле, даже тогда, на первый же день нашей встречи, у них все разрешения не были на руках. Так что, не знаю, не знаю, как все дело делалось. Ну, когда приезжали два дня назад депутаты, и когда попросили показать документы, они вообще никакие документы не показали, не предоставили. И разговаривали они, это ваши проблемы, мы не собираемся здесь ничего менять, это наши проблемы. И когда я ему задал вопрос, почему вы с нами общаетесь как с мусором, а не как с людьми, он воспринял оскорбление в свою сторону. И то, что баннеры висели, что здесь не газовая, а просто будет гостиница, парковка, бензин, корзинка, но не более. А здесь построили же газовую заправку, причем большую, огромную. Да, когда я обратилась, мне сказали, он, конечно, со мной разговаривал вежливо, но мне он сказал, что все подписи собрал, что был опрос, и я сказала, как это вы могли опрашивать, если мы все сидели на карантере, нас не приглашали, нам никто этого не говорил. Он собрал с подписи всего три подписи с нашего дома. И тогда я сказала, так в нашем доме живет сколько, 80 квартир, почему вы только с трех собрали? Он ответил, мне этого будет достаточно. Я говорю, в нашем доме живет не три квартиры и не три человека. По закону должно быть больше 50%, что люди не против, но у него этого нет. Во-вторых, ко мне подходил человек и предлагал деньги за то, что мы найдем здесь адекватных людей и будут люди согласны с постройкой газовой заправки, хотя в этот момент уже заправку построили. Но, как видно, раз подписи какие-то собрали, все-таки они нашли таких людей, которые согласились за деньги подписать. Да, да, согласен. Вот те три квартиры в каждом доме, как выяснилось потом, тут три квартиры, тут три квартиры. Потом к Махалинскому комитету подошли. Мы сейчас зовем Махалинский комитет, чтобы она подошла. Махалинский комитет это же не отдельное учреждение, это от нашей Махали как бы выбранные люди. Они тоже здесь живут. Также здесь живут. И когда их зовут, идемте здесь собрать по поводу того, что против этой заправки, и также вашего начальника ЖЭКа, они как бы ретируются. Уходят, избегают. Ну мы сейчас собрали. Значит, получается, они эти деньги взяли и дали добро, то, что они согласны с построением. Ну логически, если бы ты положил, то, конечно. Ладно, нас это не волнует, это уже выяснят компетентные люди. Так, что мы собрали больше 50% сейчас против. Вот сейчас это все подписи есть. Мы собрали больше 50% со всех домов, вот трех домов основных здесь. Что мы все против, а не три подписи. А потом, помимо нашего желания, существует же техника безопасности. Да, вот именно. Самое главное, если бы все в нашей стране и в любой другой решалось только путем нашего желания, жителей, вообще города, страны, столицы, тогда бы мы вообще сами правили нашему государству. Но есть же закон, есть законы безопасности, которые предполагают, что газовая заправка, хотя я, честно говоря, в городе вообще их не видела рядом с Жемилой районами, они все находятся вдоль Кольцевой, за пределами города, но никак не в городе. И тем более не рядом. Даже если в городе, то внутри живых домов. Не менее 500 метров должно быть. 120, мы последний раз считали, 120. Но даже если 120 метров брать, то шоссе, дорога, которая проходит, она в счет не идет, потому что по дороге ездят машины, они выделяют свои токсичные вещества. Потом должно быть озеленение. Где озеленение? Озеленения нету. По нормативу расстояния дороги этого нету. Существует уроза ветров. По направлению ветер дует, когда в нашу сторону, значит все вот эти вредные выбросы в нашу сторону. Эти нормативы тоже не учитываются. А зато он с нами разговаривал, не на будьте любезны, как с вами. Он с нами разговаривал немножко. Это ваши проблемы. Это не наши проблемы. Совсем близко строится бизнес-центр, где будут работать молодые перспективные люди. И рядом еще гостиница. Так помимо всего этого, этот стратегический объект, надземное метро. Ничего из этого не должно быть рядом с газовой заправкой. Она прям стенка в стенку получается. Так помимо газовой заправки, у них еще последняя колонка бензиновая. То есть мы смешаем газ с бензином, и будет очень большой бодобум-фейерверк. Да, горючая смесь будет очень... Так она еще такая огроменная. Правда, они говорят, что у них все по новой технологии, все это дело. Но, как правило, это мы не можем проверить. Он тоже самое мне сказал. Вы знаете, на что я ему ответила? У нас вообще-то госзаказ Сардубинское водохранилище тоже строилось по супертехнологиям. А потом говорю, когда что-то случится, кто будет виноват? Карась, который из речки рядом приплыл, к вам и все разумеет. Если уж извините меня, на таких государственных объектах случаются неприятности, то что мы должны говорить о нем, кто не соблюдал никакие правила, и с кого спрос откуда будет потом? Потом все вот так с самым разведут руками, скажут, кичи расыст, так получилось. А кто будет решать, вот те, кто пострадает потом? Никто. Помимо того, что у нас вырубили половину деревьев в стране вообще, вырубается ежедневно. Помимо того, что у нас рядом дорога, и нам вообще скоро нечем будет дышать. Просто нечем дышать. Так помимо европейского оборудования, они нарушили все европейские те же самые правила, наши правила нарушили, постройки этой заправки. И мы всем этим будем дышать, какое бы там оборудование ни было. И все это очень вредно для нашего товара. Сталпотворение машин будет здесь. Мы хотим дышать чистым, свежим воздухом, но будем из-за них дышать тем, что будут машины там выдавать, тем, что будет газ, бензин. Уже начало вонять несколько дней назад. Мы это принюхались. Когда мы ему высказали, он говорит, ничего не воняет. Когда не работало. Но это человек мегалогикой одарен. Просим администрацию города нашего обратить внимание на нашу проблему. Или переезжайте жить к нам и разделитесь с нами. Нам уже подходили компетентные органы. И сказали, чтобы большое собрание мы не устраивали. Вот мы поэтому собрались в маленьком кругу, потому что якобы большое собрание нарушает правила общественности. Поэтому просьба обратить на нашу проблему внимание.